Вы знаете, чем отличается метеочувствительность от метеозависимости? Отличие очень существенное. Из трех произвольно выбранных людей, одному абсолютно без разницы, какие погодные условия, он активно работает в любых погодных условиях. И он практически здоров. Один человек будет метеочувствительным, то есть он будет реагировать на изменения погоды с снижением работоспособности. И один будет метеозависим. То есть у него даже малейшее изменение погодных условий приводит к снижению работоспособности вплоть до развития депрессии, вплоть до развития апатии. То есть его организм очень зависим от переменных условий окружающей среды. Почему так происходит? Возьмем простой пример из жизни. Что такое клетка? Это система, которая имеет оболочку, на оболочке есть заряд. Чем мощнее этот заряд, чем больше этот заряд, тем быстрее. Ушоразность потенциалов на мембране большая. Одни вещества идут внутрь клетки, другие выходят наружу клетки. То есть активно идет обмен веществ. Значит клетка молодая. Орган, который состоит из таких клеток, работоспособен, активный. И организм тоже здоров, молод, выполняет ту работу, которая нужна. Если заряд снижается, соответственно снижается обмен веществ. Ну простой пример из жизни. У нас у всех есть бытовые приборы. Если мы возьмем обычную розетку, куда основные приборы подключаем. Там 220 вольт, 220 вольт это разница потенциала практически между плюсом и минусом. И при этом большинство бытовой техники у нас прекрасно работает. Вот метеочувствительный человек, там заряд меньше. Скажем 127 вольт, уже не так техника работает. Уже работает с напряжением, потому что заряд небольшой, но еще работает. Большинство техники на этот заряд рассчитан. Главное переключить вовремя тумблер. Если 36 вольт, это телефонная розетка. Вот там вот техника скорее всего, что не будет работать, кроме как телефон. Заряд маленький. Разность потенциала маленькая, обмен веществ. Работает только телефон. Ну а метеозависимый человек, это, ну, для сравнения, это радиорозетка. Там еще меньше вольтаж, 24 вольта. Только работает одно радио, даже телефон не работает. Вот всей разницы. Как сделать так, чтобы организм работал немножко по-другому? Ну, нужно поставить, нужно своевременно заменять эти мембраны. Потому что в мембранах есть диэлектрик. Это холестерин, это лецитин. Это два липида, которые фактически обеспечивают, ну, такую, электричную, разность потенциалов с двух сторон на мембране. Потому что они не пропускают ток. Поэтому могут заряженные частицы с двух сторон накопиться. И чем больше их там накопилось, тем активнее обмен веществ и активнее работа этой клетки. Вот если холестерина или лецитина не хватает, возникает проблема. Липидный обмен очень зависим и не происходит без участия печени. Поэтому если у человека печень слабенькая, она плохо окисленный холестерин выводит, не окисленные липиды доставляет клетки, больше того, не держит нужное количество антиоксидантов, которые не дают липидам быстро окисляться, чтобы не производить каждый день их замену. Вот тогда клетка работает хорошо, тогда человек хороший, тогда человек здоров. Если печень слабовата, если в образе жизни что-то не то, если питание неправильное, человек становится метеочувствительным. Если ситуация усугубляется, он становится еще и метеозависимым. Что делать для печени? Ну, я, в принципе, опубликовал такую простенькую книжку, что делать, если у вас есть печень. В ней в простой доступной форме, больше двухсот страниц информации, как помогать своей печени работать, а через работу печени обеспечить работу всего организма. Потому что если вот это не делать, то, в принципе, нарушается качество жизни. И может сократиться ее продолжительность. Потому что параллельно увеличивается вязкость крови, развивается при метеочувствительности или зависимости такой диагноз, как вегетососудистая дистония. А это прямое отражение высокой вязкости крови. А восстанавливает кровь у нас после работы только печень. Это единственный орган, работа которого может привести к разжижению крови, к уменьшению вязкости крови. Чтобы все остальные только работают. А печень еще и может, у нее есть такая возможность, не просто работать, ее работа это разжижение крови, чтобы кровь могла достигать любые капилляры и в любой зоне использоваться для обмена веществ. Густая кровь не попадает в капиллярное русло и страдает любой орган, любая система. Наиболее чувствительный у нас мозг, потому что он потребляет около 20% крови, больше только печи, а на 30% использует из кровотока. И вот мозг, не получая кровь, начинает шалить. Вначале он снижает свою активность, а может реагировать различными, скажем так, нестандартными решениями. То страхи, то тревоги, то еще какая-то появляется эмоция неконтролируемая. Что вам нужно делать? Вам нужно просто знать, в каких условиях работает ваша печень, чтобы была жидкая кровь и активно работал мозг. Поэтому, если вам нужно знать чуть больше про метеочувствительность, метеозависимость, и как из этой ситуации выйти легко и просто, а не просто лежать и ждать перемены погоды, не стать зависимым от нее, очень жестко зависимым. Вы видите контакты, вы легко можете обратиться, можете заказать книгу, почитать тут в доступной форме, на уровне 7 класса, изложен материал, и человек с любым уровнем знаний легко может его прочитать, понять и применять на практике. Поэтому, если вам не устраивает вас метеочувствительность, и тем более метеозависимость, вы теперь знаете, что делать, контакты вы видите, вы легко можете по ним обратиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!